Александр Борисов немец с русской душой, как сам про себя рассказывает. Оставаться немцем помогает участие в ансамбле «Дельвейс». Поют на родном языке. А еще Александр Заядлый меломан. У него в коллекции несколько тысяч пластинок и CD-дисков с классической музыкой Баха и Бетховена и народными песнями Германии. Квартира со временем превратилась в масштабную фонотеку. В трехкомнатной стеллажи все заставлены и на балконе, и в подвале. Больная тема. Некуда складывать. У сборников песен, наверное, тоже ни у кого нет. В Самаре и в области точно. И очень может быть даже в Российской Федерации. Потому что у меня их несколько десятков. В том числе есть конца позапрошлого века, начало прошлого века. Я и в Штутгарте покупал, и в Берлине покупал, и где только можно. В ДК железнодорожников имени Пушкина состоялся областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье». Посвящен 170-летию Самарской губернии и 30-летию общественной организации «Региональный центр немецкой культуры «Надежда». Одна из главных задач фестиваля и деятельности центра – сохранение исторического наследия языка и национальной культуры российских немцев. Поэтому не случайно участники выставки народного творчества и концерта национальных ансамблей пришли в традиционных немецких костюмах. Какие-то шили сами, иные прислали родственники из Германии. Так сохраняется связь поколений и связь с родиной. Российские немцы – это народ, который проживает очень дисперсно. И, к сожалению, у нас во многом утрачен немецкий язык как родной. Поэтому такая возможность собраться, услышать свой родной язык, услышать, что дети поют и читают стихи на родном языке – это дает нам надежду на то, что наш народ продолжает жить, что у нас есть новые силы, и что мы всегда будем одним из народов нашей эмоциональной России и нашей губернии. Поздравления в адрес самарских немцев прозвучали от главы города Елены Лапушкиной, затем активисты культурного центра «Надежда» получили почетные грамоты. Администрация городского округа Самара высоко ценит тот вклад в сохранение национально-культурных традиций, которые ведет немецкий центр «Надежда». Еще раз с праздником всех, дорогие друзья! Гости на праздник в Самару приехали из разных уголков губернии – Тольятти, Сызрани, Похвестнево, Отрадного и Макарьевки. Пройти на фестиваль можно было только по QR-коду, приобщиться к немецким традициям. Пришли также представители разных диаспор и культурных центров города. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Гепифанов. События.